На том, чем обусловлено усиление антиазербайджанской риторики со стороны европейских политиков, мы поговорим с нашим гостем Мурат Сададинов, политический обозреватель. У нас в гостях добрый вечер, Мурат Меолим. Добрый вечер. Мурат Меолим, ну вот, все-таки, имеет ли пасы сегодня значим из Лебаку? Вы, как никто, наверняка, знаете эту организацию очень хорошо. И мы уже поняли, что вообще все, что происходит в Азербайджане, почему-то вот очень сильно раздражает Запад. Парламентская ассамблея Совета Европы, как орган всего Совета Европы, один из органов, потерял ту привлекательность для Азербайджана. И виной этому является, в первую очередь, сам пасы и лица, которые там представляют эту организацию. 70 лет тому назад, когда она создавалась, она действительно была серьезной, влиятельной, авторитетной в Европе структурой. И люди, которые там работали, они ставили во главу угла принципы, на которых основана эта организация. Это Европейская конвенция по правам человека основным свободам и дополнительный протокол к ним. Но, к сожалению, со временем мы видим, что лица, которые занимают там определенные должности, большинство, для них, не хочу так резко сказать, но придется, к сожалению, торговать принципами этой организации в своих меркательных интересах стало обычной нормой. Но, конкретно могу сказать по последним событиям, что, видите ли, у нас всегда различного рода дискуссии были с Советами Европы. Но вопрос возникает, а почему сейчас? А почему вот это все произошло именно сейчас? Ответ очень простой. Потому что Азербайджан восстановил территориальную целостность своей страны. Это, вот этот фактор, никак не могут перевалить силы тама. И ПАСЭ сегодня превратилась в инструмент определенных сил в Европе, которые во главе с Францией, которые проводят политику в отношении Азербайджана, вот такую азербайджанофобскую, исламофобскую. И вот я слышал заявление руководителя нашей делегации, господина Сейдова, и он тоже отмечает, что именно вот эти факторы не дают нормальному функционированию Азербайджана там. Я расскажу, вот я прочитал буквально ночью все доклады, которые были подготовлены на последнее время. И скажу, что вот доклад, на основании которого принималось решение в отношении Азербайджана, некоторые моменты только оттуда я хочу озвучить, чтобы зрителям будет интересно. Они пишут, что Азербайджан объявил о внеочередных президентских выборах, и основывается это тем, что он восстановил суверенитет. Но в том же докладе, там же в скобках пишет, Азербайджан захватил Нагорный Карабах. Ну вот вы представляете, что это значит? Азербайджан входил в эту организацию, и эта организация приняла Азербайджан в рамках границ, и считала, что Карабах территория Азербайджана. Но в документе, который подписан на основном документе, на этого документа принималось решение, вот там вот такого рода фразы есть. Или же, я извиняюсь, у вас вопрос, я дальше еще расскажу. Нет, нет, это говорит как раз. Или же вот комиссар, верховный комиссар ссылается в этом докладе, пишет, что армяне, которые покинули территорию Азербайджана, у них был только единственный разумный выход покинуть Азербайджан. Значит, ничего не говорится о том, что 15-тысячный контингент вооруженных сил Армении находился, и он покинул территорию Азербайджана. Ничего не говорится, что на территории были танки, бронемашины, пусковая установка ПВО, БУК. Я говорю о последних событиях в сентябре, когда азербайджанские силы пришлось нейтрализовать их. Об этом ничего не говорится. То есть, вот подобного рода измышления были основой для принятия подобного решения в отношении нас. И, конечно же, адекватная реакция, я считаю, очень правильная со стороны нашей делегации. А как вы думаете, мы можем столкнуться с какой-то международной критикой, или сейчас говорят о каких-то санкциях? Советы Европы, я же отметил, что, к сожалению, они потеряли весь авторитет, который у них был, растеряли его. Приведу элементарный пример. Вот, обратите внимание, никакие европейские газеты, телевидение никогда не дают передачи или репортажи заседания этой организации. Потому что им это неинтересно. Европейцам самим неинтересна эта организация. Она превратилась в какой-то закрытый клуб, ее решения не влияют даже на саму европейскую элиту. Что уж говорить про Азербайджан и про наш регион. Это просто лишний раз заставляет нас убедиться в том, что определенная европейская структура, к сожалению, Совет Европы, тоже превратился только лишь в инструмент для воздействия для нас, оказания давления для нас. Но, как мы об этом часто говорили, Азербайджан уже не тот старый Азербайджан, как они об этом думают. У нас достаточно сил и средств противостоять этому. Я думаю, что от этого выиграет не Армения, от этого не выиграет Совет Европы, вот от этого решения. Просто они потеряют те последние каналы связи с Азербайджаном, которые имелись. В Армении сейчас ликуют, даже армянские депутаты, они же поддержали, в принципе, очень так активно антиазербайджанскую резолюцию, что, конечно же, говорят, опять же, об их неискренности, вроде бы говорят о мире. Вы посмотрите, как вот этот именно Рубен Рубинян, это вице-спикер армянского парламента, и, кстати, один из ключевых людей в армяно-турецком диалоге, который и больше всего всегда говорил о мире, диалоге. Он, в принципе, даже, как говорится, первый проголосовал и первый ликовал. Тогда вот как вообще здесь согласовать вот это все? Вы знаете, к сожалению, армянская элита не сделала выводов из своей истории, особенно последних, произошедших событий. И они, опять-таки, радуются подобного рода определенным решениям. Если вы помните, в свое время приезжал спикер Конгресса Соединенных Штатов Пелоси, и мы в этой студии обсуждали, я сказал, Пелоси уедет, а проблемы останутся. Совет Европы принял решение, но проблемы Армении останутся в регионе. Вам нужно решать свои проблемы здесь, со своими соседями. А в Страсбурге сказали, забыли, разъехались. И я вам скажу еще интересный момент, что от этого выгодит Армении? Вот я вам приведу пример. Значит, еще азербайджанская сторона не заявила об адекватных действиях в отношении Страсбурга, вот последних действий. Я предполагаю, что Азербайджан может вообще остановить юрисдикцию Европейского суда на нашей территории. И приведу пример, к чему это приведет армянская, какие последствия будут для армянской стороны. Сегодня вы знаете, что азербайджанские спецслужбы задержали лидеров сепаратистов Армении. Они находятся в нашем следственном изоляторе, скоро у них будет суд. И армяне готовятся оспаривать эти решения в Европейском суде. Но если эта юрисдикция остановится, вы уже не сможете использовать эту организацию для достижения своих целей. Вот первый пример вам. Можете голосовать, можете ликовать, но когда дело дойдет до конкретных решений, вы поймете, что это решение ударило в отношении вас больше, чем в отношении Азербайджана. Азербайджан проживет и без этих дискуссий в Совете Европы. Хочу привести пример, что до сих пор там очень много дискуссий было, очень много решений принималось. А какие из этих решений смогли реализовать в жизни? Абсолютно никакие. Что касается самого поведения Совета Европы в отношении Азербайджана, здесь тоже можно очень много сказать. Дело в том, что несмотря на то, что эта организация заявляет в своих принципах основные положения прав человека, универсальные положения, но в жизни она их не реализовывала. Вот посмотрите, когда мы освободили свою территорию, какой шум гамм у них поднялся. Но до этого, когда армянские вооруженные силы держали под контролем наши территории, были захвачены, когда они их разрушали, уничтожали, даже после 44-х дневной войны, когда минировали, завозили оружие, никогда мы не слышали из Совета Европы каких-то нареканий по этому поводу. То есть налицо вот эти двойные стандарты, исходящие уже я скажу, что вот из позиций исламофобии, азербайджанофобии, туркофобии. И поэтому я думаю, что вот последние события не принесут никаких-то дивидетов Армении. Армении все-таки придется в конце концов решать свои проблемы в регионе с Азербайджаном. То есть это может вообще привести к какой-то новой эскалации в зоне конфликта, как вы думаете? Я не думаю, но потому что я еще раз отмечу, что влияние этой организации настолько слабое, что она не будет воздействовать на события в регионе. Но это нанесет удар по брюссельской платформе переговорной. Несмотря на то, что Совет Европы не является структурой Европейского Союза, но неформально они все-таки контактируют и так далее. Это дополнительный удар, который будет нанесен по переговорной платформе Евросоюза. И перспективы возобновления переговоров в Брюсселе просто-напросто будут потеряны. Что касается ситуации здесь, здесь все зависит от армянской стороны. Азербайджанская сторона представила последние свои предложения по мирному договору, а армянской стороне нужно решать эти вопросы. С каждым днем она теряет время. Мы уже основной, важный для них вариант, когда они могли бы воспользоваться, допустим, по Зангизовскому коридору, этим коридором, чтобы открыть свои коммуникации. Они это тоже уже фактически растеряли. Азербайджан вкладывает инвестиции и в расширение Баку-Тибилисика с железной дороги и в строительство дороги через Иран соединяющих Нахчеван. Поэтому в этом контексте мы видим, что наши интересы уже в Зангизовском коридоре теряют ту привлекательность, которая была. Я думаю, что все события, которые происходят в регионе, особенно в направлении мирного договора, зависят только от армянской стороны. Для нас принципиально мы можем и без этого жить. У нас есть и ресурсы, и финансовые, и экономические, и политические. И поэтому для нас это не составляет такой очень важный фактор. Но для Армении это один из главных факторов их жизнедеятельности в регионе. Все-таки вот как последние заявления могут повлиять на дальнейшие связи между Евросоюзом и Азербайджаном? Безусловно, конечно, это будет отрицательный фактор. И Евросоюз, конечно же, как я сказал, будет терять с учетом последних событий определенные рычаги, благодаря которым они могли бы контактировать с Азербайджаном. И в этом контексте, я думаю, что перспективы восстановления отношений, перспективы развития отношений с Европейским Союзом, я имею в виду ту часть Европейского Союза, которая заняла агрессивную политику в отношении нас. Потому что когда мы говорим о Евросоюзе, там очень много стран, с которыми у нас шикарные отношения. С девяти странами у нас есть двухсторонние договоренности, дружеские отношения, мы им поставляем энергоресурсы и так далее. Но есть определенные страны, которые вот не могут никак смириться с тем, что Азербайджан смог освободить свои территории и сегодня восстанавливает там нормальную жизнь вопреки их советам. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, поделились своим мнением. Благодарю вас. Мурат Саддадинов, политический обозреватель, был нашим гостем. Спасибо большое.